Привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре будут два очень интересных вина от, в принципе, интересных виноделин. Это Ремах Чурин и это Бильбек. Недавно смотрел на одном канале Коктейль Ти Ви, интересный канал, он мне нравится, как они пробовали мускат. Мускат австрийский, Jacket & Jane, полусухой. Я поймал себя на мысли, хороший был обзор, мне понравился, что я давно не пробовал мускатов. Самое главное, что мускаты хороших мускатов, сухих. Самое последнее, что я пробовал, это был чилистский с красного и белого калмеда. Итак, я решил это дело исправить и сегодня подобрал вам, чтобы вы видели, два таких интересных варианта. Значит, Акчурин, мускат, 21 год, Севастополь. И Бильбек, 22 год, тоже Севастополь. Так, бокальчики. Бильбек я купил в алкотеке, была скидка. Какая длинная пробка, прессованная. Рем Акчурин, брендированная. Хорошо. А Акчурина я купил в магазине Дринк. Вот так. Наливаем Акчурина. Вот цвет хороший. Вино должно быть живым. Сюдаем. Вот так. Так, Бильбек. Пробочка. Значит, Бильбек я купил в алкотеке за 725 рублей. В принципе, это... Как это не грустно, но это сейчас более-менее адекватная цена. Ух ты. Да, 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 да. Хорошо. Сначала не плохое. А Акчурина купил за 1000. Обычная прессованная пробка, немножечко даже покороче. Хорошо. Наливаем. Отлично. Итак, мускаты. Акчурин. Что здесь у нас написано? Акчурин, мускат, 21-й год, Севастополь. Река Черная. Долина реки Черной. Хорошо. Вино сухое белое. Мускат, Акчурин, 21-й год. Мускат белый. Река Черная. Хорошо. Хорошо. Алкоголь у нас 11,5-13,5. И дата розлива 25-й, 07-й, 22-й год. Читаем. Бельбек. Бельбек, мускат, сухое, 22-й год. Красиво, конечно, у Бельбека этикетки. Это белая скала. Я знаю это место. Российское вино. ЗГУ. Крым. Сухое. Белое. Мускат. Винодельно. Бельбек. Место происхождения винограда. Севастополь. Урожай. 22-й год. Хорошо. Хорошо. Алкоголь 12,7. Сергей Бескаравайный. Севастополь. Про и так далее. А дата розлива у нас? Дату розлива я что-то не вижу. Наверное, была на этикетке. А я ее снял, наверное. Ну, ладно. Не так важно. Дата розлива у нас. Ну, наверное, 23-й год. Хорошо. Очень интересно. Давно я не пробовал мускат. И самый мой любимый мускат, это мускат Солнечной долины. Потому что он стоит 500 рублей. И всегда очень ровное, отличное качество. Ну что, сравниваем цвета. Акчурин постарше, Бельбек помоложе. Рем Акчурин будет посветлее. Светло-соломенный. В то время как Бельбек будет немножечко потемнее. Светло-лимонный такой цвет. Видимо, вино где-то выдерживалось. Хорошо. Неплохо. Аромат. Мускат должен быть яркий. Мускатный аромат. Поехали. Пока не чувствуется у Кчурина яркого мускатного аромата. Запах еле-еле слабый. Ну, хорошо. Бельбек. Ох ты. Бельбек. Это сильно. Это очень сильно. Сразу в нос бьет яркий мускатный аромат. Леденцы. Вот такое. Цитрусы. Цветы. Фиалка. Липа. Цветочный мед. Очень яркий аромат. Очень интересный аромат. Однозначно выигрывает. Давайте сболтнем. Овчурина. Нет. Что-то не то. Нет. Мускатом не пахнет. Вообще. Вообще мускатом не пахнет. Пахнет чем-то всем, чем угодно, кроме муската. Не знаю, ребята. Не впечатляет меня этот аромат. Ну, неважно. Бельбек. Ну, шикарно, шикарно. Чувствуется минеральность. Да. Желтые фрукты еще. Желтый нектарин, персик вот такой. Ну, яркий. Мус. Нос богатый. Нос однозначно богатый, интересный. Как в Солнечной Дорине. Может быть, даже в чем-то и выигрывает. Ну, давайте пробовать. Акчурина. Что-то... Что-то мне и не хочется. Ну, ладно. Светлое. Вроде должно быть вино нормальное. Вперед. Первый рот. Вино живое. Нормальное. Даже неплохое. Вполне себе минеральное. Неплохая кислотность. Среднее. Продолжительное сухое послевкусие. Терпкое. Неплохой баланс. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Ну, знаете, с закрытыми глазами, если его попробовать, я бы в жизни не сказал, что это мускат. Все что угодно. Там, шардоне. Еще что-то можно сказать. Балиготе. Но не мускат. Вот это мускат, да. Сильно, сильно. Мне нравится. Ну что, бельбек? Отлично. Отличный мускат. Прекрасный мускат, хочу сказать. Одно из самых лучших вин бельбека, что я пробую на данный момент, ребята. Очень длинное, сухое, минеральное послевкусие. Приятная такая цветочная горчинка. Лимон. Цедра лимона. Такая вот приятная горчинка. Какой-то лимонад во вкусе. Советский, старый. Ощущается. Да. Отличный. Отличный мускат. Чувствуется какая-то, не знаю, может быть какая-то выдержка. Не знаю, ну может быть. Хорошее вино. Прекрасное, ребята. Показываю. Бельбек. Мускат. Будет моим тоже любимым мускатом. Наравне с Солнечной долиной. Потому что Солнечная долина стоит 500 рублей. А этот, ну это я взял по скидке. А так он стоит в два раза дороже. Но, если честно, он этих денег стоит. Акчурин. Что-то мне не везет с Акчуриным. Уже второй раз. Не. Нет. Нет. Это не мускат. Что-то другое. Но вино неплохое. Легкое. Легкое. Свежее. Довольно-таки приятное. Если не сравнивать его с мускатом. С каким-нибудь другим. Он даже может и выиграет на этом фоне. Но это не мускат для меня. Это какое-то другое белое вино. Ну, не важно. Акчурин. Отдыхает. Больше не буду покупать его вины. Мне не нравятся они. Вот бельбек, да. Шикарно. Шикарно, шикарно. Есть еще бельбек оранж. Надо будет мускат оранж. Попробуйте его. Очень богатый. Сочный вкус. У этого муската. Прекрасное вино. Просто замечательное. Всем советую покупать бельбек. Если вы любите хорошие. Сухие. Приятные. Такие минеральные. Кислотные. Мускаты. Тут нету сладости. Такое. Ну, может быть, какая-то есть. Немножечко сладинка. Горчинка. Но в основном это такое. Хорошая кислотная. С хорошим балансом. Отличное вино. Показываю. Еще раз. Запомните. Это белая скала. А это. Белое. Сухое вино. Мускат от бельбека. Прекрасное вино. На этом все, ребята. Пишем комментарии. Подписываемся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.